Еще раз добрый день. Хотел поблагодарить вас за просмотр предыдущего видео. Вкратце резюмирую. Мы принимаем и поддерживаем колоссальные меры по защите наших дорогих пациентов, наших дорогих гостей и наших дорогих сотрудников. Поэтому в нынешних условиях мы делаем максимум необходимого для безопасности, поэтому к нам приходить не страшно. Так вот, следующая тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это профессиональная гигиена полости рта. Есть мнение, что в данный период можно избежать этой процедуры, нет в ней никакой необходимости. Но я бы хотел акцентировать, наверное, на другом аспекте, что и провести такой красной линией, что к сожалению или к счастью, но необходимость в этой процедуре как раз в этот период особенно важна. Особенно тем, кто страдает заболеванием парадонта, то есть дёсен, у кого есть кровоточивость дёсен, у кого есть неприятный запах изо рта, у кого есть явный налёт и камни, которые вы чувствуете. Мы себя позиционируем и стараемся придерживаться доказательной медицины, как стоматология доказательной медицины, поэтому опираемся всегда на научные факты. Есть неоспоримые доказательства, и, наверное, вы об этом знаете и слышали, о том, что зубные камни, так называемый парадонтит, приводят к инфекционным заболеваниям сердца, к инфекционному миокардиту. Так вот, это первая ласточка была, когда эту прямую связь доказали. И сейчас есть масса исследований и научных фактов, которые говорят о том, что воспалительные заболевания полости рта, которые можно решить с помощью профессиональной гигиены, в целом ослабляют иммунитет, провоцируют возможность лёгочных заболеваний. Есть также исследования, которые говорят, что это повышает сахар в крови и снижает в целом общий иммунитет. То есть у нас иммунитет находится постоянно в состоянии стресса, если у вас есть даже обычный генгивит. Казалось бы, чего проще прийти к стоматологу, снять этот налёт, провести чистку и забыть об этом. Здесь есть два аспекта. Во-первых, сейчас мы все боимся посещать общественные места, но, как вы уже видели, мы сделали посещение нашей клиники максимально возможно безопасным. Поэтому теперь наша задача обеспечить безопасность этой процедуры. Вы уже видели, как защищены наши сотрудники, я вам об этом рассказывал. Сама процедура проводится в нашей клинике на аппаратах последнего поколения ЕМС. Чтобы вы понимали, термин Airflow, который существует, это запатентованное название и запатентованная технология как раз фирмы ЕМС. Поэтому мы используем запатентованную, проверенную временем швейцарскую технологию, которая максимально безопасна. Аэрозольное облако максимально маленькое. При этом вы лежите в комфортном кресле с матрасом, смотрите любимый фильм или слушаете любимую музыку. Наши гигиенисты умеют делать эту процедуру таким образом, что вы даже не заметили, как всё произошло. А оборудование, на котором мы работаем, позволяет нам проводить эту процедуру максимально безболезненно. Все мы боимся посещать стоматологов как раз из-за того, что это довольно инвазивные процедуры, дискомфортные, иногда болезненные. А гигиена это регулярная процедура, если бы она регулярно была болезненной, то, конечно, всякое желание посещать такое отпадает у нормального человека. Вот я вижу, кто-то из подписчиков написал, что не боится посещать общественные места. Это правильно, мы вас поддерживаем, но не надо забывать всё-таки о собственной безопасности. Посещайте общественные места только по необходимости и используя средства защиты. Ну и соблюдаем биосоциальное расстояние. У стоматолога, к сожалению, социальное дистанцирование, которое мы сейчас позиционируем. У стоматолога это сделать невозможно, поэтому мы применяем всевозможные средства защиты. Ну вот, собственно говоря, возвращаясь к технологии, к аппарату. Аппарат последнего поколения позволяет воду, которая используется при ультразвуковой чистке и чистке Airflow, подогревать до 40 градусов. То есть те люди, которые пропускают гигиену или её не любят из-за того, что это сильная чувствительность зубов, могут об этом забыть и прийти к нам и попробовать это. Я не понаслышке от наших пациентов. Те, которые делали гигиену в других клиниках или у которых не очень хороший опыт, всегда прошу их прийти к нам на гигиену и прийти потом ко мне с отзывом. Отзывы такие, что, ребят, я не понимаю, зубы чистые, но как будто ничего не сделали. Люди просто не замечают, как эта процедура происходит, и всё вполне комфортно. Тут вопросы. Я не директор, я Святослав Коба, главный врач. Да, я являюсь врачом, я веду приём. В данном случае сейчас я нахожусь в такой, как это, гражданской форме, как мы это называем, потому что сегодня у меня неприёмный день. Специально для вас приехал в клинику для того, чтобы провести прямой эфир, поотвечать на ваши вопросы. Спасибо за то, что подтверждаете экипировку. Да, наши, кстати, маленькие пациенты, сейчас у нас была прям такая дискуссия с коллегами на тему того, как же мы будем адаптировать теперь пациентов маленьких, они будут бояться и так далее. Но масса наших находчивых коллег нашла возможность представляться пингвинами, например, или космонавтами. Так что вполне дети очень классно реагируют, ничего не замечают. Так вот, возвращаясь к гигиене. Процедура эта необходима для того, чтобы просто поддержать мало того, что здоровье вашей полости рта, так ещё здоровье организма в целом. Поэтому не забывайте про это. Основная, кстати, задача гигиенистов не просто вас хорошо почистить, а ещё проконтролировать то, как вы это делаете самостоятельно. Потому что мы с вами в одной команде, в одной лодке, мы все заинтересованы в том, чтобы вы были здоровы. И вы к нам обращаетесь для того, чтобы мы вернули, восполнили здоровье или поддержали его. Но ничего проще того, чтобы поддержать здоровье и статус-кво полости рта, чем вашими собственными руками дома с помощью средств гигиены, нет. Поэтому я сейчас жду, кстати, вопросы от вас по поводу гигиены, готов на них ответить. По поводу безопасности тоже, если по первому блоку есть вопросы, не стесняйтесь. Расскажите мне, пожалуйста, что вы используете дома для того, чтобы очистить зубы. И такой вброс, скажем так, вам. А вы чистите зубы утром, до завтрака или после? И почему? Было бы очень интересно. Так, друзья, я смотрю, активно лайкайте и машите, но никто не задаёт вопросы. Наверное, ни у кого нету. Так вот, продолжим. Про нашу прекрасную гигиену. Да, я сейчас говорю, кстати, не только про нашу клинику, а вообще про всю сеть наших клиник, которые вы знаете, состоят из пяти филиалов. Везде прекрасно проходит гигиена. Она необходима для здоровых дёсен, для здоровых чистых зубов и для здоровья организма в целом. Так, вот первый вопрос прекрасный. Слышала, что Airflow вызывает привыкание налёта и образуется больше после процедуры. Приходится проходить гигиену чаще. Так ли это? Есть такой стереотип. Он связан, на самом деле, знаете, с чем? С нарушением технологии проведения гигиены. Потому что зубы после чистки, после такой серьёзной чистки, если были камни и такой серьёзный пигментированный налёт, они действительно становятся более шероховатыми, и налёту к нему проще прицепиться. Есть два варианта решения этой проблемы. Во-первых, это хорошая полировка после профессиональной гигиены. Но мы используем немножко другой протокол. В наших клиниках мы используем протокол GBT. Это рекомендованный протокол ассоциации парадонтологии и фирмы ЕМС. Так называемый Guided Biofilm Therapy, то есть контролируемая биоплёнка зуба. Он помогает благодаря своим правильным вещам избежать вот этого так называемого, как вы назвали, привыкания. Порошок, который мы используем в финале Airflow, он уже заполировывает зубы. Его частички настолько маленькие, и он растворимый. Да, мы используем, кстати, в финале порошки на основе эритриола или глицина. Это маленькие-маленькие частички, которые никак абразивно и плохо не влияют на эмаль. Ими можно чистить даже язык и щёки. При этом дёсны не кровоточат после процедуры. Или кровоточат минимально там, где они были воспалены. И это позволяет избежать этапа полировки. Поэтому зубы сохраняют как можно дольше свою гладкость, и налёт просто к ним не прикрепляется. Но не забывайте, что профессиональная гигиена не решает проблему, если вы самостоятельно не поддерживаете, не контролируете качество чистки. Так, отлично, ответ на вопрос. Используем зубную нить, ирригатор, пасту, соответственно, чистим после завтрака с утра. Во-первых, хочу похвалить за то, что используете... Не увидел зубную щётку, но, наверное, она сама собой разумелась. За то, что используете такое количество дополнительных средств гигиены. Ирригатор – это всё-таки дополнительное средство гигиены. Он необходим для удаления остатков пищи. Но вот зубная нить – это важный аспект. Я также хотел бы туда присоединить к зубной нити межзубные ёршики, потому что у нас с вами на поверхности зубов есть те поверхности, которые контактируют. Между зубами я сейчас покажу на модельке. И вот три поверхности – жевательные и боковые – мы можем очень легко очистить щёткой, но только при правильном движении. А вот межзубные, которые находятся в контакте между зубами, они, к сожалению, тоже покрываются налётом, загрязняются. И, наверное, все слышали про такую штуку, как коварный контактный кариес. Мы, кстати, делали несколько постов на эту тему. Так вот, он появляется и происходит только, если межзубные промежутки недостаточно хорошо очищаются. Для этого необходимо использовать межзубные ёршики или зубную нить. Я сторонник межзубных ёршиков, скажем так, даже фанат, всем своим пациентам рекомендую. Это связано с тем, что их гораздо проще использовать, и они гораздо эффективнее. И есть доказательное исследование, которое сказало, что они гораздо эффективнее, чем нить. А нить, сами знаете, что очень часто кровоточат, травмируют десну, и многие из-за этого как раз отказываются. Ну и завести её за задние зубки достаточно тяжело. Поэтому рекомендую межзубные ёршики. Их можно тоже у нас в клинике приобрести, использовать. Гигиенист как раз рекомендует и подбирает для вас средства. У ёршиков есть небольшая особенность, связанная с их размером. Необходимо провести, так называемую, мы в шутку называем ёршикограмму полости рта, для того, чтобы вы поняли, между промежутки каких зубов вам какой размер нужно использовать. У кого-то их может быть 2-3 размера в полости рта, у кого-то больше, особенно если есть какие-то конструкции в полости рта. Так. Утром не чищу вообще, если чищу, то после завтрака, конечно. Но вот смотрите, на самом деле здесь нет абсолютно правильного ответа на этот вопрос. Почему? Потому что если вы хорошо и тщательно почистили вечером, а вечерняя гигиена, кстати, должна занимать гораздо больше времени и быть более тщательной, это связано с тем, что мы с вами, когда засыпаем ночью, наши зубы и полости рта не омываются слюной, которая тоже имеет защитную функцию, и не самоочищается пищей. То есть, когда мы жуём какую-нибудь жёсткую пищу растительному происхождению, то происходит самоочищение, например, яблоко, морковь или что-то такое. Соответственно, можно чистить после завтрака. Единственный здесь нюанс, связанный с тем, что если вы на завтрак едите кислые продукты, кислую пищу, это меняет буферный состав слюны, и тогда категорически нельзя использовать высокоабразивные пасты или вообще абразивные пасты, потому что вы просто сильнее себе сотрёте эмаль. А эмаль можно стереть как раз высокоабразивной пастой и неправильными движениями. Чистка должна быть правильная. А как это делать правильно, нужно узнать у вашего гигиениста. Вот мне помогают, что порошок плюс на основе ретриола 14 микрон. Представляете, частичка 14 микрон очищает ваши зубы бережно, не травмируя десну. А забудьте о кровоточивости после гигиены. Нет такого. О, у меня такая скучность зубов, ни один ёршик не пройдёт. Да, есть особенность пациентов. Во-первых, я рекомендую вам, конечно, посетить консультацию ортодонта для того, чтобы исправить вашу скучность. Но если вы себя с ней комфортно чувствуете, живёте, она не наносит функциональных нарушений в вашей полости рта, тогда, естественно, есть более плотные зубы, которые ёршики не пролезают. Тогда здесь обязательно использовать зубную нить. Если ёршик не получается использовать, используем зубную нить. Контактные пункты должны быть очищены обязательно. Константин лучший гигиенист. А как он общается с подростками во время гигиены? Абсолютно с вами согласен. Но у нас на самом деле все гигиенисты лучшие. У меня в клинике работает три гигиениста. Это Константин, Максим и Екатерина. Я чищу зубы после завтрака, так как я читал и даже в видео смотрел, что зубы нужно чистить после завтрака. Пользуюсь дома щёткой средней жёсткости и колгейт, и паста такая же. Смотрите, сейчас благодаря обилию информации в интернете можно много найти разной информации, видео, статей и прочего. Я всё-таки рекомендую, как говорят, обратитесь к специалисту. Индивидуально всё, как я уже ответил, что до завтрака и после есть особенности. Что касается щёток и фирм, их использования. На самом деле жёсткость щётки, средняя жёсткость и жёсткая щётка, она всего лишь в вашем восприятии кажется, что вы чистите более тщательно, потому что сильнее и жёстче потёрли зубы. На самом деле мы предпочитаем щётки меньшей жёсткости с большим количеством щетинок. Я не буду сейчас называть фирмы, чтобы не делать product placement, нам за это не платили. Но просто суть в том, что чем мягче щётка, тем больше в ней количество щетинок. И рабочая часть щетинок, которыми вы очищаете, это как раз кончики. Не надо давить на щётку, чтобы щетинки не расплющивались, вы уменьшаете тем самым эффективность. Чистить нужно выметающими движениями от десны, если это верхняя челюсть, если нижняя, кончиками щетинок. Ещё лопаточка для чистки языка. Да, не забываем обязательно, есть лопаточка, есть ложка, есть много разных приспособлений. Здесь налёт действительно скапливается на языке, но этот налёт больше связан с работой желудочно-кишечного тракта, поэтому, может быть, есть необходимость проконсультироваться со специалистом, либо поменять тип питания. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста детям можно ирригатор и зубную нить? Смотрите, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Европейской ассоциации стоматологов, контролируемая чистка зубов у детей происходит до 12-14 лет. То есть, это не значит, что в 12 или в 14 лет вы должны начищать зубы своему ребёнку. Это значит, что вы должны проконтролировать, как он это делает. Но ирригатор, ну, смотрите, зубные и ёршики необходимы, когда у вас появилось больше, чем один зуб в полости рта, и когда между ними появился контакт, когда контакт необходимо очищать. Детям в молочном прикусе, наверное, проще использовать ёршики, но если плотные контакты, то ниточка. И тогда вы это делаете самостоятельно деткам. Как только дети научились бегло писать рукой, есть такой признак, прописью, тогда можно уже чистку под вашим контролем и наблюдением доверять им. Но есть классные средства для домашнего использования, которые окрашивают налёт. Те, кто у нас посещал гигиену, знают, что у нас, кстати, на профессиональной гигиене происходит обязательный фото-протокол до-после с окрашиванием налёта, для того, чтобы продемонстрировать места, которые вы не дочищаете. И этот же краситель для окрашивания налёта вы можете использовать в домашних условиях. Он тоже есть в жидкой форме, есть ополаскиватель, даже, по-моему, сейчас пасты получились, появились окрашивающие налёт. Это классный индикатор, позволяющий вам под контролем глаза уже определить, где остались неочищенные места и их механически дочистить. Так вот, как только ребёнок начинает чистить больше самостоятельно зубы, я рекомендую использовать этот индикатор в домашних условиях. Он есть в таблетированной форме, в жидкой, самое главное раковину, не заляпайте, чтобы она была чистая. И дальше уже контролируя таким образом, где остался налёт, это чаще его пришеечная зона, иногда совсем грязнули где-то из передней поверхности передних зубов, хотя всё-таки мы чистим чаще и тщательнее переднюю поверхность, потому что она нам видна, её очистить удобнее. И дальше этот налёт окрашивается в несколько цветов. Розовый налёт, это, если я не ошибаюсь, может быть, коллеги, которые смотрят меня поправят, это такой застарелый налёт, а фиолетовый, нет, наверное, наоборот, фиолетовый, это более застарелый налёт, который несколько дней уже, а розовый, это свежий. К сожалению, налёт, вот эта зубная бляшка, которую мы ежедневно очищаем, она имеет очень светлый цвет, и мы её не видим, мы её можем ощутить только языком, такой шероховатый зубов, после того, как вы почистили зубы, становятся гладкими. Либо, окрасив её, я вам прям рекомендую использовать краситель даже для контроля взрослой гигиены, очень удобно. Попробуйте недельку попользовать, и вы увидите места, которые вы недочищаете, и привыкнете их очищать. Кстати, такое замечание сразу в голову пришло. У правшей лучше всегда очищена левая сторона, а у левшей наоборот, потому что нам удобнее так работать. Так, вопрос. Тогда получается лучше чистить перед завтраком, а после еды использовать ополаскиватель или иригатор, например? Да, да, вполне закономерно, или можно просто почистить зубной щёткой от остатков пищи без зубной пасты, тоже правильно. Так, про иригатор зубную нить ответил. Зубную нить я пользоваться не умею и боюсь. Боюсь повредить себе межзубный промежуток. Очень верное замечание, я уже озвучивал, что да, действительно, зубная нить требует больше навыков для того, чтобы правильно её чистить. Очень важно, когда вы вводите её в межзубный промежуток, не доводить резко до десны, чтобы её не травмировать, потому что это просто у вас это бьёт желание чистить. Вы наверняка видели много видео, где там кровоточек и так далее. Используйте ёршик или аккуратно зубную ниточку. Действительно ли леденцы и жевательные резинки с ксилитом укрепляют зубы? Нет. Но просто этот подсластитель, он не ухудшает буферный состав слюны и не провоцирует образование более плотного налёта и биоплёнки. Правда ли, что на данный момент самая эффективная щётка для домашнего использования – это звуковая щётка? Неправда. Но я сторонник электрических зубных щёток, звуковых, механических и прочего, при одном условии. Если вы умеете чистить обычной ручной щёткой правильно, потому что со звуковыми, ультразвуковыми или механическими щётками движения должны быть те же самые. Преимущество у всех электрических зубных щёток заключается в том, что они добавляют вам движения, которые улучшают эффективность чистки зубов. И всё. Звуковая щётка – спасение моим скученным зубам. Пролезает везде. Ну вот, абсолютно верно. Добрый день. Мы используем электрические зубные щётки и для себя, и для ребёнка. Слышала, что каждый день не рекомендуют их использовать. Так ли это? Нет, это не так. При правильном использовании можно использовать каждый день, ещё и несколько раз в день. Ничего страшного нет. Рекомендуете ли жвачку после еды? Ну, скажем так, если вы поели какую-то пищу, и у вас застряли где-то волокна, и вы хотите освежить полость рта – да, рекомендую. В качестве стоматологической рекомендации – нет, не рекомендую. Вот. Так, друзья, у нас очень активный детский аккаунт, как обычно, да? Во взрослом вопросы не задают. Это мы уже слышали. Друзья, мы готовы такие эфиры по темам делать, на самом деле, довольно часто. Задавайте вопросы и пишите к нам, что бы вы хотели, чтобы мы осветили. Я являюсь в нашей группе компании руководителем проекта «Цифровая стоматология». И в будущем наш будущий эфир мы хотим как раз посвятить этой теме. Рассказать, что такое цифровая стоматология, какие оно преимущество даёт при лечении пациентов. Показать вам оборудование, на котором мы это делаем, показать вам сканер интероральный, да, и показать то, что, как мы лечим пациентов, применяя цифровую стоматологию в детстве в том числе. В вашей клинике вы проводите какие-нибудь процедуры по полису ОМС? Нет, не проводим. Мы являемся частной клиникой, и по полису ОМС мы не лечим. Есть вариант, мы работаем со страховыми компаниями по ДМС. Поэтому, если интересно, поинтересуйтесь у страховой компании, сотрудничает ли она с нами. До завтрака полоскания, после чищи зубы. Как вариант, пожалуйста, да, особенно если хорошо почистили вечером. А врачи будут проводить прямые эфиры? Конечно, ну вообще-то я врач, это сейчас немножко обидно было. Наверное, надо было надеть халат, чтобы все поняли, что я врач. Я провожу прямые эфиры, отвечая на вопросы, как знающий в этом деле человек, поэтому не сомневайтесь в моих словах. Значит, и врачи у нас регулярно проводят прямые эфиры. Наверное, Маргарита, вы недавно на нас подписаны, можете посмотреть. У нас регулярно проходят прямые эфиры для пациентов, и в основном это делают врачи, конечно. Добрый день, как вы считаете, какая зубная щётка эффективнее, звуковая или электрическая? На этот вопрос я уже ответил. Знаете, я люблю шутить на эту тему, говорить, можно и деревянной палочкой почистить зубы так, что они будут чистыми и не будут никогда болеть. Поэтому подбирайте средства, которые вам удобны и нравятся, но просто обязательно чистить нужно правильно, совершать правильные движения. Спасибо вам, мы с детками очень вас любим. Спасибо вам, мы тоже вас очень любим и любим наших пациентов. Всё, что мы делаем на самом деле сейчас, это делается для вас. Мы на этот период не закрывали наши клиники, потому что мы посчитали, что наших пациентов мы не можем бросить и оставить без помощи. Тем более в детской стоматологии практически все состояния мы считаем неотложными. Тот кариес, который уже увидели родители, зачастую, к сожалению, является разгаром заболевания, когда требуется более серьёзное вмешательство, чем просто пломбочка. Но это, конечно, касается не всех. Так, друзья, мне было с вами сегодня очень комфортно и интересно. Мы делаем анонс на будущий эфир. Мы расскажем обязательно про нашу цифровую лабораторию, про наш цифровой отдел, цифровую именно стоматологию имеется в виду, да, это никаким к каким другим цифрам не относится. Расскажем про преимущества цифры перед классическими методами, сравним их, может быть, и пообщаемся, поотвечаем на все ваши вопросы. Цифровая стоматология касается не только взрослых, но ещё и детей в том числе. Мы тоже это развиваем и используем. До новых встреч, всем чистых зубов, не бойтесь приходить к нам в клинику, мы вас очень любим и ждём. Последний, бонусный вопрос. Рекомендуете ли вы полоски для домашнего отбеливания зубов? Нет, не рекомендуем. Есть масса более эффективных, проверенных и безопасных способов, чем полоски для домашнего отбеливания зубов. А для того, чтобы выбрать и понять, какое отбеливание вам больше подходит, для этого нужно прийти как раз на консультацию к специалисту. Есть масса особенностей в зависимости от конкретной вашей индивидуальной ситуации. Мы на самом деле очень любим и поддерживаем домашнее отбеливание, но оно должно быть проведено правильными, безопасными средствами. Всего доброго! Продолжение следует...